Во-первых, спасибо. Как-то странно начинать с благодарности. Я обычно этого не делаю, обычно с ругательств. Нет, правда, если серьезно, то мы рады. Я лично горжусь, что на технологическом потоке, на моей памяти впервые выступаем мы точно, а вообще партнеров обычно не пускают. Считается, что партнеры это такие люди, которым нечего тут делать. О чем мы хотим рассказать? Мы хотим рассказать о той проблеме, которая есть при групповой разработке крупных проектов на 1SBitrix. Проблема есть давно. Но мы эту проблему долго обдумывали, настаивали, чтобы ее решила сама компания 1SBitrix. Настоять нам не удалось. И в итоге мы собрали волю в кулак и решили ее сами. Об этом мы расскажем. Честно, у меня большое сомнение, насколько эта проблема вообще актуальна для присутствующих здесь. Но то, что она актуальна для отрасли в целом, я уверен. Поэтому и рассказ. Меня зовут Степан Овчинников, я руководитель интерволги. Я Алексей Шкарупа, руководитель отдела проектов нашей компании. Ну и основной идеолог проекта, о котором будем рассказывать. Почему мы вообще об этом думаем? У нас множество программистов. По последней переписи 29-30 человек у нас работают программистами. Одновременно около 20 проектов в производстве. И 8 менеджеров, которые этими проектами руководят. Соответственно, мы сталкиваемся с проблемами крупного продакшена. Это не то, что делать отдельные сайтики. Вот маленькие проекты проблему не вызывают. Собственно, так мы все с вами начинаем работать. Когда нам нужно что-то сделать, мы идем, делаем это на боевом сайте. Ну, 90% партнеров битрикса, интерволга в том числе, вот так периодически работает. Это быстро, это удобно для разработчиков. Из недостатков такого подхода то, что баги вылезают наружу. И работает всегда один программист. Вот обе эти части очень проблемные. И баги на бою в неожиданные моменты, как правило, в неудобной. И работа одного человека в параллели это не ставится. Но постепенно проекты начинают расти. Приходят другие заказчики, которые задают закономерные вопросы. А давайте подбросим дровишек, добавим в проект еще парочку программистов. Мы вам даже заплатить за это готовы по двойной ставке. Но только у нас через два месяца будет корпоратив, 10 лет компании, что угодно. И руководству нужно будет что-нибудь показать. Сделаете же, можно выложить часть сайта на бой, а потом доделывать. Мы все тут связаны с разработкой на битриксе. Да и в общем не в битриксе здесь причина. Но когда вы должны попытаться отработать тысячу человеко-часов за квартал, когда вы должны показать часть сайта, отдать его контент-менеджерам и 1С-никам, о которых тут только что шла речь, которые будут обновлять информацию и продолжать процедуру разработки, это вызывает множество производственных проблем. Собственно, когда мы добавляем в проект 2.0 программиста, не суть беда, если он есть. Но это разговор уже о процессах, о процессах, которые придется построить, если их нет. Во-первых, придется как-нибудь придумать, как мы будем наработки нескольких программистов вместе объединять. Кто это и где и как будет тестировать, как мы будем потом исправлять баги в том, что найдено, и как мы потом это будем периодически выкладывать на бой, делать те самые релизы. А делать мы их будем. Первое, что приходит на ум, ну и самое простое, это, во-первых, мы разводим всех разработчиков по разным серверам, по разным песочницам мы их так называем. Это отдельная инсталляция сайта, поднятая из бэкапа. Требуем, чтобы они использовали гид, благо про него уже все все знают. А вот дальше начинаются сложности. Структуру данных переносить приходится руками. Важный момент. Почему мы вообще говорим о том, что это проблема? Когда разговариваешь с людьми из других миров, из мира разработки C-Sharp плюс SQL Server, они делают большие глаза и говорят, ребята, в чем проблема? Гид решает. Гид не решает. Потому что в 1С Битрикс есть несколько вещей, которых нет в других мирах. Первое – это непрозрачное распределение логики между физическими файлами, находящимися на диске, структурой базы данных в виде полей и в некоторых случаях с записями в виде полей, с записями в таблицах. Семантика этих вещей разная. И вторая вещь, которая здорово мешает работать, и почему мы вообще об этом говорим, это существование таких двух злонамеренных существ, как контент-менеджеры, которые лезут и делают на сайте все, что хотят. Благодаря дружественности Битрикса они, например, умеют создавать поля. Они могут пойти в админку и что-нибудь там подкрутить. Конечно, мы можем дать им по пальцам, но вообще говоря, это не исключено. И второе, что еще хуже, это 1С. Нажал кто-то где-то кнопочку, и у тебя еще один каталог торговый с торговыми предложениями. И это вызывает совершенно уникальные проблемы. Именно поэтому мы об этом говорим. Собственно, когда все, с кем мы разговаривали на эту тему, вот почти все они переносят эти изменения в базе данных руками. Заводят файлик, который кладут под контроль версии, куда записывают, что сегодня я мужественно добавил два свойства, а еще одно удалил. Либо используют Вики в том же самом, Битрикс24 или Бактрекере, где хотите. Но тем не менее, руками. Что еще приходится делать? Нам приходится, когда мы говорим о разработке в несколько рук, нам приходится заводить промежуточный сервер, куда мы сливаем все изменения, где производится, собственно говоря, тестирование. Менеджером, тестировщиком, заказчиком, если мы его сюда пускаем. А потом нам все ту же самую свистопляску приходится сделать еще один раз. То есть перетаскивать все эти изменения на бой. Вот учитывая сложность этих изменений, у нас их обычно делали темлиды. Это, конечно, все здорово и замечательно, но темлидов в штуках мало. И они вообще говорят, что дорого их на такие работы пускать. А когда их пускаешь на такой обезьяний труд, хотя и ответственный, они начинают сидеть, хотеть в отпуск и еще много чего. В плане бизнеса это приводит к странному эффекту, что первоначально у нас был момент релиза 17.00, потом это стал час релиза, 17.00 до 18.00. И под конец, когда боль стала нестерпимой, у нас получился день релиза. То есть весь четверг мы мерджем, деплоим, проверяем и ругаемся. Так даже жить оказалось нельзя. Да, но на этом все застревают. Плюс ко всему этому, вот этот процесс, который я только что описал, к которому все приходят, когда нужно больше разработчиков в одном проекте, он с собой несет еще много-много всяких бед. А именно, мы сейчас поговорили про потери времени, но это все еще вливается и в потери денег. Для примера, вот мы такие релизы по более-менее серьезным проектам делаем примерно раз в неделю. У нас на эту штуку уходило часа 4 на вот эти релизы за неделю. То есть перетащить по одному изменению с 2-3 серверов на стейдж, со стейджа перетащить в релиз. Это если у нас еще не было круга бакфикса. Если он был, то еще часа 2. То есть 6 часов стабильного недели материаля. Стек, вернее, чуть-чуть назад. Недорассказал. Да, сам процесс релиза содержит много шагов. Их, естественно, нужно фиксировать в чек-листах. И мы фиксировали. Но это еще потери времени. И вот в этот момент уже начинаешь думать, а не продешевили ли мы, когда в 2 раза больше взяли за 2-го разработчика. Есть ощущение, что продешевили. Ну и перенос изменений в базы данных, к сожалению, как бы мы не дисциплинировали разработчиков, как бы мы их не умоляли писать все изменения очень подробно, все равно что-нибудь будет забыто. Все равно где-нибудь кто-нибудь придет и изменит обязательность поля. И появляется бак на бою. Давай дальше. В общем, мы стали смотреть в другие миры, как эта проблема решается в других фреймворках CMS, CMS, Jungle, Ravel и все остальные. Решается она с помощью миграций. И вот эти миграции, по сути своей, представляют собой скрипты, которые создаются там, где программист добавил поле, вместе с гитом переносятся туда, где мы собираемся тестировать, и разворачиваются. Давай дальше. Вот мы просили такую штуку у Битрикса. Много раз просили. На моей памяти три. Не сделали. Мы искали похожие штуки на гитхабе. К чести сказать, вот к сообществу Битрикса, мы нашли. Их там было штук 10, наверное. Мы их все протестировали даже. И все они обладали несколькими болячками. Про них мы расскажем. К сожалению, они не подошли. Ну, чтобы слайд не превращался в ругательство всех, кроме нас. В общем, есть понимание, почему Битрикс этим не занимается. Я сейчас дальше скажу. Скажешь. Ну, хорошо. Собственно, мы погоревали, поискали решение, ничего не найдя, но замучившись делать вот эти вот релизы полные ошибок, мы написали свой инструмент. Ушло на это у нас вот 700 человек часов. Пересчитывал я в последнюю пятницу, потому что мы продолжаем этот инструмент дорабатывать. Он доступен по ссылке. Лежит он на GitHub, он бесплатен. Есть инструкция про то, как добавлять туда свои сущности. Сейчас мы поддерживаем порядка 26 штук. Это почти весь модуль main. Это самые важные сущности из модуля sale. Это high load блоки. И что-то еще. Формы, инфоблоки обязательно. Инфоблоки. Едем дальше. Собственно, почему нам не подошло то, что мы нашли на GitHub? Несколько отступлений. И почему нам не подходит тот механизм, который рекомендует сама компания 1S Bittrex, а именно скрипты. Дело в том, что вот эти самые скрипты, если посмотреть те же самые там Jungle, Ravel, Symphony, вот там они живут. И компания Bittrex такими скриптами нам с вами все Bittrex страны обновляет. Почему же мы не можем это делать? А потому что не мы управляем базой данных. Вот если только разработчик имеет возможность менять базу данных, тогда подход, основанный на скриптах миграции, он вообще стреляет. И на самом деле 99% всех систем именно так и работает. Они запрещают кому бы то ни было менять структуру базы данных. Но, как Степан сказал, это не наша с вами история. Да, естественно, эти скрипты нужно писать, чаще всего руками. Их нужно тестировать. Но вот компания 1Bittrex может в это вложиться, потому что они обновления выпускают дозированно и на много продуктов. Мы, разрабатывая один там сайт, два сайта, не можем за неделю, когда мы там отработали 80 часов разработчиков, потратить еще 20 на то, чтобы скрипты миграции написать. И еще 10, чтобы их протестировать. Поэтому мы пошли другим путем. Мы пошли путем, который называется слепки структуры. Этот подход заключается в следующем. Мы берем и декларативно описываем, из чего состоит база данных. Какие в ней есть сущности, какие в них есть связи. И сохраняем это декларативное описание в файлы. Вместе с Git-ом мигрируем туда, куда нам нужно, на стейдж, на боевой сайт. И поднимаем это все из миграции. Такой подход обладает, во-первых, выходопатентностью. То есть, если мы 90 раз запустим один и тот же скрипт поднятия вот этой базы данных из декларации, у нас не создастся 90 новых полей. У нас база данных приведется к одному конкретному состоянию. Ну и конвергентностью. То есть, если вдруг в процессе выполнения такого скрипта возникла ошибка, место у вас на диске закончилось, крешнулась таблица MySQL, что угодно еще. Повторный запуск этого скрипта, он безопасен. Он все равно будет стремиться привести базу данных структуру данных в то состояние, которое нужно. Ну и плюс мы получаем решение конфликтов из коробки. Декларации, еще раз напоминаю, они записаны в текстовых файлах. Когда вы в гид добавляете новую версию того же файла, у вас прекрасно видно, когда два разработчика пошли и одновременно что-то поменяли. И это вот на ура отслеживается. Наиболее частое возражение, которое мы слышали при обсуждении этого архитектурного решения, было в том, что, ну ребята, вы же получите терабайты XML. Ну никаких терабайт XML там нет, поскольку описывается структура данных и не слишком подробно, то данных там довольно мало. Вот примерно так это все выглядит. В папочках, разбитых по модулям, лежат папки с сущностями данных, а в них уже лежат конкретные элементы. Мы мигрируем как структуру данных, так и некоторые элементы данных. То есть, например, таблица опций, модулей – это данные. Группы пользователей – это данные. Статусы заказов – это данные, но мы их тоже мигрируем, как и доп. свойства секций, как и свойства инфоблоков, как и свойства хайлот-блоков. Мигрируем потому, что, ну, нужны они нам, мы на них завязаны. Типы цен у нас завязаны на группы пользователей. На настройки модулей у нас много чего завязано. Если настройки у нас на стейджи, на бою отличаются, будут проблемы. Вот так примерно выглядит файлик с декларативным описанием одной группы пользователей. Если кто-то пошел ее и переименовал, мы это здесь увидим. Если кто-то создал новую группу пользователей, мы это увидим. Идем дальше. Теперь, как мы это все организовали у нас. Каждый разработчик у нас программирует на своей песочнице, как я уже говорил, на каждую отдельную фичу. Когда фича закончена, разработчик выполняет одну консольную команду, то есть инструмент у нас для программистов. Он не имеет интерфейса в админке, потому что он не должен оттуда управляться. Это осознанная штука и, ну, вообще говоря, опасная. Нужно знать, что вы делаете. Разработчики делают фичи на своих песочницах. Они сохраняют состояние базы данных файлы. Все это у нас под контролем версий. Это все автоматически в GT объединяется и вытаскивается на сервер develop или release, или stage, как мы его называем. Там у нас это все тестируется. Если найдены баги, очень быстро это все исправляется. Вот такой один перенос теперь вместо нескольких часов занимает, ну, максимум, пять минут. Там есть, условно, три консольные команды, которые нужно знать. Ну, и нужно знать команды гита, чтобы добавлять все это по центральной версии. А сколько для тестирования времени отводите? На тестирование? Вы говорите, отделу тестирования решил задать вопрос про тестирование. Да. Отдела тестирования выделенного у нас нет. У нас проект тестирует менеджеры проектов, тестируют, пока проект не будет соответствовать техническому заданию. Ну, или конкретные фичи, которые мы в настоящий момент разрабатываем. Не будем врать. У нас процесс тестирования поставлен… Это, наверное, следующее, чем мы по-нормальному займемся. Поэтому тестирование как акт есть, а вот ответить на вопрос… Вы прямо ощущаете потребность, что вот прям вот вы дошли до того, что вам нужно отдельное тестирование? Это способ повысить качество. Вопрос, сможем ли мы за это брать деньги, я открытый. Правда. Ну, поэтому, собственно, его и нет. Но мы работаем над этим, потому что считаем, что сейчас уже нельзя без этого. Сейчас тестируют менеджеры проектов и иногда специально выделенные под это люди. Но ты прав, нам, в отличие от тебя, вроде как денег не платят. И потом, когда у нас на дев-ветке все оттестировано, баги исправлены, мы таким же легким движением руки переносим все на бой. И там за пять минут также все это разворачиваем. Все это делается автоматом, и поэтому мы перестали испытывать вот эти проблемы, как кто-то забыл перенести какое-то свойство, которое используется в фильтре, и без него все не работает. Едем дальше. И несколько фишечек. Что мы еще продумали? Давай дальше. Да, во-первых, зависимости. Вот это пример такого маленького сайтика, структуру данных, маленького сайтика. Допустим, мы хотим изменить настройки формы редактирования инфоблока под контент-менеджера. Эти самые настройки у нас завязаны на свойства инфоблока, в которых завязан инфоблок, на тип инфоблока, на сайт, на язык, на культуру. И вот это все мы мигрируем. И вот это все мы мигрируем последовательно, учитывая зависимости. То есть если кто-то пошел, например, в настройку сайта и поменял там шаблон, мы это поймем и перенесем это. Если кто-то пошел, выгрузил из 1С другой инфоблок товаров, потом, чтобы никто этого не заметил, пошел и удалил его в админке и сказал, а у меня товары не отображаются. Мы это поймем. И накажем. И накажем. Поехали дальше. Да, еще мы добавили туда немножко автоматизации. Это то, о чем все забывают, но то, что приходится делать. Во-первых, очистка кэша. Процентов 10, наверное, всех багов связаны с тем, что программист после того, как что-нибудь сделал у себя, он это посмотрел, выложил и говорит, я все исправил, я все сделал. Приходит менеджер, говорит, у меня не работает. А почему? И вот через час выяснения мы понимаем, что забыли сбросить кэш. Все-то сделано, но не сбросили. Перестраиваем поисковый индекс, потому что какие-то свойства могли стать индексируемыми. теперь. И мое самое любимое, это перестройка ЧПУ. Мы в нее вляпываемся где-то раз в квартал, и только там несколько человек знают о такой ситуации. Выглядит она следующим образом. Решили сделать новый раздел контакты. Там будут адреса магазинов. У каждого магазина будет своя детальная страница. Программист у тебя на песочнице сделал этот раздел, положил комплексный компонент, создал инфоблок, все настроил, все протестировал, все работает. Перенесли на бой, приходит, а менеджер протестировал, там тоже все работало. Перенесли на бой, приходит заказчик, говорит, знаете, а у меня вот страничка не открывается с магазином. Что такое? Идем, смотрим, действительно не открывается, 404. И вот как это протестировать? Почему так возникло? Кто знает, почему возникло? Да, сбился URL-реврайт, просто потому, что он обычно не версионируется. Вот сколько я видел примеров Gitignore для Bittrex. Так кто вспомнил, что после переноса от тестированного функционала нужно еще и перестроить URL-ы? Вот мы эту штуку… Правильно, идеологически. Да, надо пойти перестроить, но везде, где есть человек, там же есть человеческий фактор и косяк. То есть мы просто идем к тому, чтобы процент косяков снизить зачет автоматизации. А так, конечно, многие знают, тем более Вадим знает. Еще бы. Модуль. Обрадовали. Вот. Собственно, эти штуки мы учли, и они запускаются автоматически при поднятии базы данных из деклараций. Едем дальше. Ну и самое печальное, с чем мы тоже боремся, но, к сожалению, не можем побороть до конца. Это ID, которые у нас зашиты в коде. Каждый раз, когда кто-нибудь создает новый инфоблок, API с ним будет работать по ID. Те же самые наши замечательные ци-блок элемент get list, компоненты, настраиваемые в визуальном режиме, они все указывают, с каким ID чего-нибудь они там работают. Это проблема, потому что при переносе данных с одного сервера на другой ID может измениться. Отлично. Символьный код чего? Ну вот у инфоблоков что-то похожее еще есть. А вот, например, у почтовых шаблонов нет. И еще порядка десятка сущностей этого тоже нет. У свойств заказа, блин, нет. О чем мы говорим? К сожалению, вот это проблема. Как ее решают? Обычно зашивают где-нибудь в unit.php константу, что инфоблок с товарами это у нас ID номер 35, а с торговыми предложениями 37. И вот таких констант, ну, пару десятков. Типовой подход. К сожалению, еще раз, при переносе сервера на сервер ID может измениться, потому что какой-нибудь один программист мог на этом тестовом сервере уже что-нибудь создать, инфоблок и удалить. ID не возобновляется. Вот специально, чтобы с этим работать, мы сделали небольшую прослойку, которая позволяет получить некий константный, неизменяющийся, на основе константного, неизменяющегося кода сущности или структуры данных, ее и реальный ID. И вот именно его засунуть уже в константу. Вот эти коды, они генерируются автоматом. Сейчас, секунду. Вот здесь. То есть вот админс в данном случае выступает внешним кодом. Там, где эти внешние коды в сущностях битрикса есть, мы их постарались использовать. Но, во-первых, есть они не везде. Во-вторых, никто не обещал, что они будут уникальными. Примеры жизни. Есть 1С. Из 1С на сайт выгружается каталог товаров. Но товары выгружаются не все. Товары с признаком распродажи не выгружаются. Ну, там, подарки. Подарки. Подарки мы дарим за заказы с определенной суммы. Как быть с подарками? Они не должны с лица показываться. Но давайте выгрузим их в другой инфоблок. Благо, модуль обмена позволяет уже давно это сделать. И вот самое веселье начинается, если вдруг у этих товаров есть свойство списочное. Ну, не знаю, сезонность. Зима, лето, весна. Это свойство типа список. У них есть XMLID. Все казалось бы замечательно, если бы не одно но. Это свойство выгружается из 1С. Это одно и то же свойство, хоть оно и в двух разных инфоблоках. И XMLID абсолютно одинаковые в двух разных инфоблоках. Вот такие штуки мы тоже поймали с пяток. И поэтому не все у нас, даже там, где XMLID у Битрикса есть, не везде он и у нас XMLID. Иногда мы в уникальный код некой сущности зашиваем еще и уникальный код ее родительской сущности, чтобы однозначно ее идентифицировать. Ну, вот это, пожалуй, самое ресурсоемкое, что нам до сих пор приходится делать. По вот этим кодам специальным получать ID. В остальном все стало значительно быстрее, удобнее и надежнее. Всю эту радость делали три человека. Один предложил идею слепков как альтернативу скриптам миграции, один продумал архитектуру и запрограммировал тоже один. Ну, вот вдвоем они программировали. Честь им, собственно говоря, и хвала. Еще раз напоминаю, что все это доступно бесплатно по ссылке. Пользуйтесь, задавайте вопросы. И если кто-нибудь еще и свои сущности туда добавит, мы будем безумно благодарны. Потому что мы это делаем, сейчас их 26 штук. Но это еще далеко не все. Модуль сейл покрыт примерно только наполовину. Спасибо, Алексей. Вопрос Алексею. Степа убежал на круглый стол. Спасибо. Так, Вадим Николаевич, сейчас набросить. А когда битрикс структуру базы данных обновляет, вы нас проклинаете? Нет, мы… Потому что вам же нужно свои описания все изменить. Так мы же не лезем в структуру данных битрикса. Мы совсем работаем по API. У нас это… В слепках не ваши поля? Нет, в слепках не ваши поля. Ну, давайте сейчас в какой-нибудь примере вот стоит группа. Если вы добавляете в свои таблицы новые колонки, вот тогда мы должны пойти и проабдейти сущность. Но вы это делаете, слава богу, не часто. Ну да, если вы в группы пользователей что-нибудь добавите, мы пойдем, это увидим, перепишем эту штуку, допишем чуть-чуть. А так все дополнительные свойства перетащатся, которые разработчики создают. Но обычно вы доп. поля не создаете в таблицах. Ну вот я не помню ни одного живого случая. Еще вопрос у битриксуидов. Преимущественно почему. Ребят, сделали классно все, довольно необычно, интересно. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вы реально у битрикса не выпрашивали схему их переноса, изменению ПД? Выпрашивали, мы знаем ее. Она вообще не подходит. Почему не подходит? А потому что битрикс работает только со своими таблицами. К битриксу не придет 1С, не посоздает новых полей. А к нам придет. Это раз. И все-таки вы работаете с таблицами базы данных. Вы изменяете их только вы. Вы это делаете не так сильно часто, как мы. То есть мы переделаем вот такие релизы. Перенос наработок мы делаем раза 3-4 в неделю. Релизы мы делаем примерно раз в неделю. У нас таких проектов 20 в активной фазе. Если мы на каждую такую чих будем делать скрипт миграции, у нас с экономикой вообще никак не зайдется. Ну понятно. И второй вопрос. Вот несколько смутили все-таки поиск ID-шников по константам. Ну в смысле по символному коду. Как-то это выглядит неоптимально. Не думали какой-то там файлик соответствий банальный делать просто? Ну автоматически перезаписываемый. Почему не пошли по этому пути? Еще раз. Ну вот например мы там по админс должны получить группу админов. ID-шник группа админов. Или там не суть важна. Почему это вот, как я понял, идет по какой-то структуре. Оттуда мы выдергиваем реальный ID-шник. Почему это банально не зашито в каком-то файлике. Автоматически создаваемом пусть. Или вы так и делаете? Просто вы говорите, где есть возможность выцепить ID-шник по символному коду, там вы выцепляете. Вот это не смущает. Сейчас я объясню. То есть вот допустим у нас завязана какая-нибудь функциональность на группу администраторы. Ну не знаю, в карточке товара показываем остатки по складам администратору или все типы цен или какие-то типы цен показываем. В карточке товара только админу. Мы должны знать группу админов. Ну как минимум ее админы нехорошо. Оптовые покупатели. Оптовым покупателям мы показываем другой тип цен. Вот мы должны знать ID-шник этой группы покупателей, чтобы там условия сделать в компоненте, в шаблоне где-нибудь. И все было хорошо. Этот ID-шник в простом случае мы зашиваем где-нибудь, не знаю, в init.php. Там говорим, вот нам, пожалуйста, для вот этой группы, которая называется оптовие, пожалуйста, получи ID-шник, сохрани константу. Во-первых, это все кэшируется, ну более-менее. Во-вторых, это обычно таких запросов, ну штук 20. 20 простых запросов в начале любой страницы они много времени не съедают. То есть, во-первых, оно не болит, поэтому мы делаем так. Во-вторых, почему мы так делаем, еще раз, бывают тяжелые случаи, когда, ну не резолвится это все в ID-шник по одной сущности, те же самые свойства, списочные, значения списочных свойств инфоблоков. чтобы однозначно идентифицировать значение списочного свойства, ну не знаю, показывать товары только с типом, с оснащением свойства новинка ES. Вот нам этот ES, у него есть XML-ID, но он сам по себе не уникальный. Он уникальный только в пределах своего инфоблока. Поэтому, когда мы говорим про то, чтобы получить его ID-шник, мы должны сначала понять, какой он именно, вот ID-инфоблока, вернее, XML-ID-инфоблока, XML-ID значения свойства соединить и потом получить. В общем, по-другому не получилось. Ну буквально еще на вопрос или на два у нас есть время. Добрый день. Вопрос такой. Можете поподробнее рассказать про сам процесс или про workflow? Кто у вас конкретно миграцию, я здесь говорю. Кто конкретно миграцию запускает, то есть это Team Lead, делается это через какие-то хуки гитовые или ци-шечка какая-то работает? Мы идем постепенно. Да, я понял. И самый, ну второй вопрос, продолжение первого. Как это происходит на локальных тачках, где делают свои фичи разработчики? то есть как они актуальную версию миграции у себя могут ли они откатываться? Я объясню. Continuous integration мы постепенно идем. Мы, наверное, вот прям совсем как continuous integration это запустим для всего, кроме вот релиза, для developer по-стейджу запустим, как только еще доделаем у себя контроль качества кода, явные пакости стараемся отслеживать. У нас почти все для этого готово. Как это работает по сути? Разработчики делают это все либо на своих машинах, либо на выделенных серверах, где-то это делают. Когда они закончили программировать свою фичу, они в консоли на сервере выполняют команду migrate export, структура данных складывается в файлики. Они это добавляют под контроль версии, коммитят, пушат, возможно, закрывают фичу и сливают ее с девелопом. Потом, когда они говорят менеджеру, я все закончил, на G-Grid выкладывай на девелоп, сейчас будем тестировать. Разработчик переключается сюда, вытаскивает из гита, актуальную структуру, актуальный код, кодовую базу вместе с миграциями и говорит Migrator, импорт. Все это затягивается, чистится кэш, индексируется и все. Можно тестировать. То есть вот эту штуку с закрытием фичи и обновлением девелопа мы скоро автоматизируем, действительно будет под continuous integration это все. Вот эту часть мы все еще делаем руками. Примерно раз в неделю, когда заказчик и менеджер соглашаются с тем, что текущий состав фич достаточен, оттестирован и можно выкладывать на бой. У вас еще какая-то часть вопроса была? Я уже потерял. Или нет? Да, ну еще вот здесь важный кусочек про релиз я недорассказал. Почему еще стрелочка в обратную сторону идет, что такое hotfix? Вообще говоря, 1S чаще всего настроены именно на боевой сайт. Заказчик, если хочет поменять свой номер телефона или адрес магазина, он тоже придет на боевой сайт. SEOшники, они тоже придут на боевой сайт и там изменят SEO-свойства инфоблоков, там изменят робот с txt и еще черт знает чего. Поэтому, если мы просто затрем все, что они сделали, нам по шапке дадут. Поэтому у нас есть процесс hotfix, когда все изменения на бою также экспортируются в файлы из базы. Это ручкам делает TeamLit, но он это делает готовыми командами минут за пять. Он экспортирует данные в файлы, он коммитит все, что было сделано нами, не нами, 1S-кой и вытаскивает это через hotfix и обновляет develop. Там у нас все сливается с тем, что мы уже напрограммировали и вот только после этого мы выкладываем актуальную версию. Да, но вы их хотя бы видите теперь. На самом деле конфликтов данных бывает не часто, но они бывают. Еще раз при такой схеме. Если возник конфликт данных, если возник конфликт данных, то есть два человека поменяли одно место. Допустим, 1S-ка выгрузила свойства с новым именем и разработчик у себя пошел и переименовал тоже это свойство. Вот одновременный конфликт в данных. Когда вы начнете объединять две ветки, вам гид заругается, что этот файл в одном и том же месте изменен в двух разных источниках. Решите конфликт руками. Он всегда актуальный. Он всегда под контролем версий. Вот он. Их на самом деле много на каждую сущность. Но если кто-то пошел и деактивировал группу, а на другой стороне наоборот ее активировали, там деактивировали, но мы активировали, при слиянии гид вам не позволит это все закоммитить, слить две ветки. Да. Именно так это и есть. Там сценарии. Данные из инфоблоков, мы не… Еще раз. Структура данных битрикса сильно размазана, и нам в 90% случаев нужна структура, еще в 10% нам нужны данные. Не все данные сюда попадают. Есть возможность, если очень хочется, данные из инфоблоков выгрузить вот сюда, как будто… У нас времени уже нет, я думаю, сейчас будем завершать, нам нужно будет успеть перебежать к главному залу. Алексей, спасибо. Я думаю, что беседу сейчас продолжите еще, и у нас будет финальный доклад Владимира Герасима. Спасибо. Спасибо.